День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео я сделаю маленький обзорчик игрушки под названием Ballistic. Я сделаю пару объявлений, расскажу о канале и отвечу на парочку вопросов. Итак, давайте начнем с обзора Ballistic. Это твинстик-шутер, в котором мы управляем нашим героем, скажем так, кнопками VSD, стреляем или мышкой, или кнопками вверх-вниз, вправо-влево. И это мне очень-очень напоминает Geometry Wars с большим ощущением прогрессии. Здесь у нас есть бесконечные волны, в которых есть чекпоинты на 6, 11, 16, 21, 6, 31, 41, 61 и 101 волне, поэтому можно сидеть и бесконечно играть. Игра очень красочная, очень-очень классная, музыка классная. Я сейчас все звуки, все это отключил, но все это, все это обвораживает. Сидишь, просто уходишь в игру, ни о чем не думаешь, расстреливаешь цветные шарики. Но и у игры есть еще челленджи, в которых вам дается 2 минуты, в которых нужно выжить, ну или набрать какое-то отдельное количество баллов. Здесь есть ачивменты, например, есть ачивмент набрать в каждом из челленджей по 500 тысяч баллов. И я пока что, например, смог вышить только один. Очень тяжело, очень-очень интересно. Но мы будем играть в Waves, и я тогда сейчас сделаю объявление, которое я хотел объявить. Итак, первое. Кому интересно, кто хочет. На этих выходных открытая бета Терры, но там очень осторожно, вам придется скачать 20 гигабайт клиента, который, да, который очень большой. Но вам удастся поиграть в открытую бету суббота-воскресенье, часть понедельника. Также сейчас у нас есть открытая бета Diablo 3. Опять же, делаем, регистрируемся на Battle.net, и вы можете скачать, поиграть, пощупать игрушку перед тем, как покупать ее. Так, и третье, это очень-очень хорошая демка снайпера Элиты V2 на Steam. Демка весит где-то 2 гигабайта, и в нее очень-очень приятно поиграть. Интересная игрушка. Хотя мне кажется, что она могла бы быть и сложнее, потому что я, играя даже на самом-самом сложном, спокойно прятался за стенкой и восстанавливал здоровье. Чего не должно было быть, знаете, хочется и вправду хардкора, в котором снайперам приходится запрятать, а там на вас валят куча врагов. Ну, просто поиграйте, составьте свое собственное мнение. Я буду играть еще в основную игру, потому что меня все-таки это очень заинтересовало. Так, 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 давайте мегабомбы, и начнем, наконец-то, играть. Просто скачайте на Steam бесплатно, это демка. И объявление, какое объявление? Объявление того, что мы потихоньку-потихоньку делаем свою страничку, и делаем страничку не просто для того, чтобы там выкладывать свое видео, а чтобы вам было место, где можно было бы обсудить нормальную игру. Или вот сейчас выставить какую-то дополнительную информацию о русификации, о, например, ценах на разных страничках. Все это будет, будет вам специальный форум для каждой игры, чтобы не приходилось копаться в, скажем так, в форуме и в комментариях Ютуба, что относительно неприятно иногда. Мы пытаемся все-таки поддерживать комментарии в более-менее чистом состоянии, но понимаете, что сейчас все больше и больше людей приходит, и не все они сознательны. Так что, да, мы создадим специальное-специальное место, в которое людям, которым хочется узнать что-то об игре, узнать детали или поделиться какой-то информацией, для вас будет специальное место у нас на страничке. И ответ на вопрос. Вопрос был задан под видео на Insanely Twisted Shadow Planet, и меня спросили, почему мне так нравятся казуальные игры. И, так как этот вопрос был задан все-таки под Insanely Twisted Shadow Planet, я предположу, что вы не очень правильно понимаете слово «казуальная игра». Да, конечно же, в конце концов, каждый сам себе решает, что такое казуальная игра. Для кого-то казуально — это сесть и поиграть в 100 часов в World of Warcraft, потому что казуалка — это от английского слова, скажем так, непостоянно, казуально, иногда. А то есть это игра, за которой вы можете сесть, поиграть, отложить, забыть и через пару дней опять сесть, потрогать. Ну, она абсолютно маленькая, неважная, в ней нету, скажем так, истории или героев, которые вам нужны. В ней пару минут геймплея, и вы садитесь и играете. В русском есть такое понятие, как офисная игра, и в основном казуальная игра — это и есть офисная игра. Но, например, Insanely Twisted Shadow Planet — это далеко не офисная игра. Да, мне очень-очень нравятся инди-игры, которые обычно маленькие, которые обычно не в сумасшедшей графике и не стоят 350 тысяч миллионов. Нет, это маленькие игры от маленьких студий, но они мне нравятся просто потому, что в них можно найти чаще всего новую идею, какой-то новый подход к игровой механике, что-то новое, новый арт-стайл или классную музыку. Когда как в больших играх, обычно созданных большими корпорациями, всё очень-очень безопасно. Корпорации не хотят терять деньги на экспериментах, когда как маленькая студия может себе это позволить. И обычно именно на этом и зарабатывают деньги, на том, что они что-то попробовали, вложили пару тысяч, и получилось? Хорошо, не получилось? Ничего, попробуем ещё раз. И из-за этого маленькие игры намного интереснее получаются. Их можно сравнить с такой ситуацией, когда у вас перед вами две тарелки на одной очень-очень большой и красивый торт, но у него всего лишь только ванильный вкус. Или тарелка, на котором маленькие-маленькие тортики, но разных-разных вкусов. Конечно же, если хочется нажраться, то, пожалуйста, ванильный торт вас обслужит на 100%. Но если хочется попробовать и этого, и этого, и этого, и чтобы было не скучно, и интересно, и занимательно, то да, маленькие тортики это всё-таки то, за что вы возьмётесь. И да, мне нравятся также игры казуальные. Вот, например, как вот эта игра, в которой я играю именно сейчас. Её бы я назвал казуальной, потому что можно просто взять, когда нечего делать, или когда просто башка уже настолько загружена, что ничем нормальным не можешь заниматься. Садишься и играешь. Просто ни о чём не думаешь. И когда отходишь от неё, нету такого ощущения, что ай-яй-яй, нужно сделать это, это и это. Нет, прошёл, проиграл, закончилась игра, ничего страшного. А как пример, вот я вам приведу пример, очень-очень хороший. Почему, например, я не делаю пока что прохождение третьей части, да и не прохождение, а просто обзора третьей части Assassin's Creed. Потому что эта игра мне наскучила, и наскучила не сама по себе игра, а вообще весь геймплей Assassin's Creed'а. Сколько у неё серий? Четыре. И во всех четырёх сериях всё одно и то же. Да, я понимаю, что ванильный торт — это классно, но после, не знаю, трёх-четырёх дней, в которые вы питаетесь одним и тем же ванильным тортом, это начинает надоедать. И Assassin's Creed — это именно тот классный ванильный торт. Да, поиграть в него приятно, но постоянно одно и то же, одно и то же повторяется. Хочется чего-то нового, но они не могут позволить себе сделать что-то новое или добавить абсолютно что-то сумасшедшее. Нет, нет, нет. У них стандартный геймплей. Да, они добавляют элементы, как, например, добавили сейчас вот этот вот, что-то вроде Tower Defense, в котором вы защищаете свою базу ассасинов. Ну да, хорошо. Нам дали новый крюк, нам дали новые бомбы, нам дали возможность прыгать с парашютом, что, по идее, нам обещали в прошлой серии уже, потому что там обещали, что можно будет летать на самолёте Леонардо да Винчи. Но, да, нам дали всего лишь на пару минут его. Но, поймите, Assassin's Creed, он и в Африке Assassin's Creed. И вы можете поиграть во вторую, в третью, в четвёртую часть или в первую. Это всё будет одно и то же. И поэтому я сейчас себе решил, что... Я отложу это, я отложу это на пару месяцев. Я не буду это вообще трогать, чтобы просто отойти от этого, чтобы это мне не наскучило настолько, чтобы мне было уже неотвратительно и не стало подташнивать. Так вот. А, например, маленькая игрушка. В неё поиграл, отложил и всё, и забыл. Но, например, получил удовольствие от музыки или получил удовольствие от интересного геймплея. Ботаникула. Шикарная, шикарная игрушка. Именно вот с такими игрушками я очень давно не встречался, чтобы вот пощёлкать и не то, чтобы пройти. Потому что, например, в Машинариуме я помню, что, да, это всё было на прохождение. Нужно было что-то правильное выбрать, что-то правильное найти, где-то использовать. Это нормальный квест. А здесь получаешь удовольствие просто от того, что нажимаешь на разные вещи. И не просто нажимаешь, а нажимаешь пару раз. Или десять раз. И сидишь и думаешь, а если я нажму на это, а что на этом экране найти? Класс! Давно такого не было. Маленькая игрушка. Сидишь, получаешь удовольствие. Шикарная музыка, шикарный арт-стайл. Всё ново и свежо. Если они сейчас начнут выпускать десять этих ботаникул, чего они не сделают. Но если бы они начали это делать, да, можно было бы где-то ещё к третьей, четвёртой сказать, что ага, ага, хорошо. То есть оно всё ещё качественно, всё ещё интересно. Но давайте что-нибудь новое. Давайте что-нибудь другое. Да. Я, честно говоря, я уже сейчас запутался, потому что играю и разговариваю, и разговариваю, играю, и эти цвета у меня выбивают половину мысли из головы. Но, я думаю, я вам объяснил, почему у меня на канале в основном маленькие игрушки вы найдёте. Потому что их интересно осматривать, в них интересно играть. Да и большие игры не выходят очень часто. И, например, как я понял, все-все-все большие игры выходят где-то к концу года. Вот как в прошлом году, там, в ноябре-декабре, это было страшно, что они там устроили. Это... В один месяц вышло десять обалденных игрушек. Притом они все решили ещё выйти одиннадцатого-одиннадцатого-одиннадцатого, да, как Skyrim. И, да, получили своё. Ну, так-так-так-так-так. Я постараюсь, конечно же, осматривать всё. Мы будем делить Я, Чешир и Синкс. Мы будем, конечно же, покрывать как можно больше игрового пространства, чтобы людям было интересно или люди могли посмотреть на что-то абсолютно необычное, на что они обычно внимания не обращают и, может быть, попробовать что-то новое. Мы не будем зацикливаться на чём-то. У нас нет такой особой жестокой нелюбви к какому-то игровому стилю. Хотя я должен признаться, что я некоторые вещи не понимаю. И, например, если я не понимаю симуляторы, но пытаюсь с них играть, то симс, неважно какую часть, я просто не понимаю. То есть агрессивно не понимаю. И поэтому не трогаю, потому что знаю, что это закончится всё матами и хватаниями за голову. И, да, лучше не надо. Лучше не надо. И, так, давайте я сейчас подумаю. Я всё, всё объявил, всё. То есть беты, демки. И смотрите, пробуйте бесплатно. Всегда хорошо пощупать игру перед тем, как её покупать. Объявление насчёт места форумов. Да, да, да. Но это, скажем так, не торопите нас. Мы делаем, скажем так, это всё в свободное время от работы. И поэтому это потихоньку-потихоньку продвигается. Мы постараемся это сделать как можно быстрее, потому что нам и вправду хочется, чтобы люди, которые смотрят наш канал, могли помогать друг другу, чтобы просто хорошее комьюнити собралось, хорошие люди, которые помогают друг другу. Им интересно друг с другом разговаривать, играть и помогать друг другу. Так. И... Вопросы. В основном вопросов не было. То есть то, что вы мне присылали, это было больше, ну, на e-mail, это были больше предложения или такие вопросы, на которые я ответил сразу же. Одна вещь. Вот, да. Перед тем, как просить сделать какое-то прохождение или обзор, посмотрите, у нас уже где-то 150 видео на канале. И иногда приходят просьбы сделать что-то, что уже есть. И поэтому я вам советую перед тем, как что-то заказывать, что-то, какой-то писать комментарий или нам писать письмо, просто посмотрите. Может быть, оно уже есть. Может быть, мы уже сделали по этому видео. И... Все. 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 Я доделал. Давайте сейчас я жестоко умру. Камикадзе. Камикадзе. Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. И я говорю вам большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео. Продолжение следует...